Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, мы услышали взгляд на проблему анестезиолога, реаниматолога, взгляд хирурга, взгляд химиотерапевта, и вот настал черед взгляд, услышать взгляд в точку зрения лучевого терапевта. Для этого я выбрала локализацию опухоли головы и шеи, потому что, на мой взгляд, это самые несчастные и уязвимые пациенты. Служба должна быть отдельная. Растет заболеваемость раком органов головы и шеи, ассоциированных с вирусом папиллома человека. Что касается России, количество заболевших таким раком неизвестно, потому что в стандарты не входят выполнение иммуногистохимического исследования. А что касается Памиру, это примерно 85 тысяч новых случаев рака, ассоциированного с вирусом папиллома человека. Почему акцентирую на это внимание? Потому что это особые больные, я не говорю уже о характеристике этих больных, я имею в виду то, что этот рак головы и шеи, он более чувствителен к лучевой химиотерапии, и, возможно, он не требует столь агрессивного лечения. Но об этом чуть попозже. А в целом тактика лечения этих больных, она остается прежней. Если вы посмотрите на слайд, вы видите, красненьким горит лучевая, химия лучевая, лучевая, биохимия лучевая терапия. Даже если эти больные оперируются, то или до, или после все равно приходит радиотерапевт. Почему? Да потому что опухоли в основном достаточно зло текут, они обладают инфильтративным ростом, высоким риском метастазирования, в основном это продвинутые стадии. И, что самое интересное, они чувствительны к этим видам терапии. Узаконено использование химиотерапии одновременно с лучевым лечением. Это уже доказано не одним метаанализом. Именно одновременно использование лучевой химиотерапии дает нам прибавку к пятилетней выживаемости. Ну и, соответственно, неизбежно приводит к увеличению частоты, в первую очередь, мукозитов. Если мы исторически посмотрим, как работали лучевые терапевты, то мы увидим, что мы семимильными шагами приближались к этой самой токсичности, ее повышая. Сначала мы облучали этих больных пять раз в неделю по два Грея. Потом нам это не очень понравилось. Мы стали облучать их по три Грея за раз, а даже и по пять. Потом мы им добавили химиотерапию перед лучевым лечением. Потом мы им добавили химиотерапию перед и одновременно с лучевой терапией. Потом мы добавили таргетные терапии и так далее, и так далее. И, в общем-то, мы получили, что должны были получить. Мы получили значительное увеличение токсичности. В первую очередь, конечно, ранние и в первую очередь, конечно, местные. Мукозит, ксеростомия – это все дает проблемы у пациента, как ему дальше кушать, у врача, как долечить, ну и головная боль у главного врача, потому что растет койко-день. Хочу напомнить такой факт, уже доказанный, что все перерывы в лучевом лечении – это шаг назад. Это подтверждено уже радиобиологами. Несколько лет тому назад, наверное, с 2007-2008 года, радикально изменился парк радиотерапевтической аппаратуры. В современную радиотерапию прочно вошло понятие конформности и надежды. Надежда на то, что мы с этой токсичностью справимся. И тут-то было. Хочу сказать, что да, действительно, есть некоторые методики, но которыми далеко не все клиники, даже Санкт-Петербурга, владеют. Скажем, лучевая терапия модулирована по интенсивности. Это стандарт облучения рака носоглотки. Но если я спрошу радиотерапевта, кто у нас в Санкт-Петербурге использует у всех больных раком носоглотки лучевую терапию, модулированную по интенсивности, которая сохранит этим больным околоушные слюнные железы, то я думаю, что окажется, что таких счастливчиков больных не так много. А если это используют, действительно, у этих больных через год и слюноотделение сохраняется, и говорят они лучше и меньше проблем при разговоре и при глотании в связи с ксеростомией. И поэтому, если сравнить недалекое прошлое, когда мы лечили квадратными полями размером 10 на 10 и так далее, когда ориентировались на анатомические или визуальные ориентиры, планируя, где поле закончится, и когда у нас был один подголовник на всех больных стандартный, и сейчас, когда у нас форма полей облучения соответствует форме опухоли, хоть бабочкой, хоть кругленькой, как хотите, когда у нас подголовники индивидуальные, и они делаются по больному, и делаются индивидуальные фиксирующие маски, когда мишень мы оконтуриваем на каждом срезе, используя данные КТ, МРТ и даже ПЭТ-КТ, тем не менее, лучевые реакции есть, были и будут. Более того, я хочу сказать, что в некоторых случаях они даже растут. Почему? Потому что лучевые терапевты, извините за сленг, страх потеряли. Они понимают, что, используя современные методологии, мы никак не переоблучим, скажем, шейный отдел спинного мозга, чего мы боимся, да? А при этом про слизистую или про какие-то там слюные железы, в общем, можно и забыть. И вот, например, перспективный анализ 13 исследований, который показывает, что даже через два года пациенты, которые получали химиочевую терапию и находятся в ремесе по основному заболеванию, они отчасти не живут, большая часть из них осуществует. И поздняя токсичность присутствует практически у каждого второго больного. Еще одно исследование, совсем недавно, вот оно мне свежее попалось. Через 6 месяцев каждый третий больной, получив вот такую современную лучевую терапию, питается через зонд. Вот еще одно исследование. Это различные фракционирования, которые использовались. При этом из 800 больных чуть больше 25% каждый четвертый питается через трубку для кормления. И вот, для того, чтобы вас немножко отвлечь, два лица одной болезни. То, что поприличнее лицо, да, вы его узнали, но, к сожалению, раком головы и шеи болеют все. Конечно, этот пациент, рак головы и шеи, у этого пациента он ассоциирован с вирусом папиллома человека. И, конечно, этот пациент может себе обеспечить достойную нутритивную поддержку до, во время и после лечения. А вот, с другой стороны, это типичный, ну, я, может быть, немножко утрирую, но типичный представитель рака головы и шеи. Конечно, такой пациент, выписавшись из стационара и получив одновременную химио-лучевую терапию, вряд ли сможет как-то прокормиться. В прямом смысле слова. И вот вернемся к этому раку, ассоциированному с вирусом папиллома человека, и с тактичностью химио-лучевой терапии, я хочу сказать, что если говорить о тенденциях в лечении рака головы и шеи, вот сейчас мы немножко призадумались. И сейчас появился такой термин, как деинтенсификация. Она будет касаться именно пациентов раком головы и шеи, ассоциированным с вирусом папиллома человека. Кандидаты, как я сказала уже, вот эти пациенты. И что предполагается снижать? Мы делаем шаг назад и суммарную очаговую дозу, и объем облучения, и дозу платины, и, скажем, вместе взятые эти компоненты, но только у определенного категории больных. Почему мы об этом призадумались? Да именно потому, что токсичность очень большая. К сожалению, этот вопрос пока зависает. Сегодня еще недопустимо изменять существующие стандарты. Это те исследования, которые проводятся в этом направлении. Но я думаю, что в недалеком будущем мы к этому придем. Таким образом, я думаю, что я вас убедила, что проблемы у этой категории больных есть. А вот теперь, что нам делать дальше и что сейчас уже сделано, в частности, в нашей клинике. Три этапа. Я не буду говорить о том, какой больной пришел, о том, как он лечится. Здесь вопрос касается стационара, закупок питания и так далее. Но вот третий этап – это самый болезненный этап. А, кстати, про второй этап хочу сказать, что это тоже не просто так, вот эта нутритивная поддержка. Если больной будет вываливаться вот из этой маски, как вы видите, да, рука проходит. Это значит повторное планирование, повторное изготовление фиксирующих устройств, повторный дозиметрический расчет. Это вот самый перерыв, который негативно скажется на результатах лечения. И вот третий этап. Больной выписался, полностью переложен на его плечи или на плечи родственников, если таковые имеются. Я хочу сказать, что мы, конечно, имеем дело с больными с прихихихсией и с кахихсией. Рефрактерная кахихсия – это не наш контингент больных. В основном это пациенты с острыми лучевыми реакциями. Сто процентов – это мукозиты, это ксеростомия, это болевой синдром и проблемы не разживать пищу. Следующее показание – это потери веса и некоторые изменения биохимических показателей. Значит, я хочу сказать, наверное, основная масса присутствующих здесь знает, что в Санкт-Петербурге уже второй год, об этом, наверное, будет следующий доклад из диспансера, работает бесплатная программа амбулаторной нутритивной поддержки больных раком головы и шеи, получивших лечение – лучевое, химиолучевое или оперативное. Значит, на наш федеральный центр тоже кое-что перепало, и мы точно так же питерских больных можем снабдить этим питанием. Значит, вот за этот период, указанный на слайде, у нас было пролечено 130 пациентов раком головы и шеи, но часть из них была областная, и на Городне 99 вошли в эту программу. Это была только голова и шея, опухоли головы и шеи, получившие одновременную химиолучевую терапию. Основными показаниями к назначению, как я сказала, уже были мукозиты, ксеростомия, боль, невозможность глотания. У части больных была стартовая потеря веса, а по окончании лучевой терапии потеря веса была у каждого второго больного, разной степени выраженности. И у части больных, мы смотрели биохимические показатели, была стартовая гипоальбуминамия, или она развелась в процессе лечения. Значит, возвращаемся к тому вопросу, о котором говорил Валерий Матвич. Я полностью согласна, надо писать, кто, собственно, должен назначать. Да некому назначать. Нет у нас тоже в федеральном центре никакого нутрициолога. Значит, назначает, кто понимает, что у больного есть риск развития, кто понимает, к чему может привести этот самый радиационный мукозит, тот должен назначать, сегодня это так делается. Но вообще существуют стандарты, стандарты и рекомендации, которые, кстати, тоже отличаются некоторым образом, стандарты СПН, НАИС и НССН, но, тем не менее, они существуют. У этих больных рано или поздно потребности не совпадают с возможностями. И это надо четко совершенно понимать. И действительно, об этом надо писать. И то, и специалист, скорее всего, это диетолог, нутрициолог, должен работать в этой самой команде и назначать эту самую нутриционную поддержку. В лучшем случае мы все прошли недельное обучение у Валерия Матвеевича. Основные правила, которыми мы, используя вот это вот бесплатное питание, свалившееся нам, слава тебе, Господи, комитет подписал это все, да, мы основные приемы пищи шли по аппетиту, а нутритивная добавка у нас шла дополнительно. Пить смесь надо было нашим больным не вместо еды, а в промежутках, и, конечно, мы не ждали, когда у больного снизится вес. Далее эти больные наблюдались, ну, с учетом всяких парамедицинских проблем, мы, тем не менее, каждые 3-4 недели их смотрели, оценивали субъективные жалобы, оценивали объективный их статус трофологический, оценивали лабораторные показатели, насколько это было возможно, и дальше решали вопрос, надо им продолжать терапию нутритивную или не надо. На сегодня могу сказать совершенно очевидно, пока без цифр. Влияет нутритивная поддержка, назначенная в послелучевом периоде, на сроки восстановления слизистой орендиальной зоны, на купирование болевого синдрома, у нас есть группа больных, прослеженных по поводу отказа от обезболивающих препаратов, на стабилизацию веса и на возможность начала своевременного начала адъювантного лечения, потому что иногда больной после радикальной химио-лучевой терапии уходит и приходит в себя не через 3-4 недели, а месяца через 3 приходит, когда делать с ним, в общем-то, конечно, нечего. Ну и, безусловно, на качество жизни. Заканчивая вот такой слайдом, вы видите, что место нутритивной поддержки в лечении больных раком головы и шеи однозначно есть, оно однозначно одновременно с диагностикой, оно однозначно одновременно с учетом вероятности и тяжести развития мукозита, и ее однозначно надо назначать своевременно, не на пике развития токсических реакций. Спасибо. Спасибо, Валентина Петровна.